Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! Вы вновь на канале Шахматы для всех и в этом видео мы с вами рассмотрим партию, которая была сыграна в 10-м туре Чемпионата Мира по Блицу, проходившем в конце 23-го года в Самарканде. Белыми играл российский гроссмейстер Ян Непомнящий, черными румынский шахматист, также международный гроссмейстер Рихард Раппорт. Е4 сыграл Непомнящий С6 Д4 Д5, это защита Каракан. Конь С3 играет Ян и после размена на Е4 Раппорт сразу ставит коня на Ф6. Белые меняются, черные забирают пешкой Е. У белых на ферзевом фланге образовалось пешечное большинство и если дело дойдет до Эншпиля, то этот фактор может оказаться очень важным. Однако взятие ЕФ довольно часто встречается в практике современных гроссмейстеров и не зря. Лишняя пешка белых на ферзевом фланге скажется не скоро, а миттельшпильная борьба может пойти под диктовку черных. Смотрим как развивалась партия. Слон Е3, слон Д6, слон Д3, 2-0, конь Е2. Слон Ф5 играют черные и это конечно не зевок слона, после взятия шах, С3 и фигура быстро отыгрывается. Конь Ж3, ферзь Д5 и Ян Непомнящий играет ферзь Б3, нападая не только на ферзя, но и на пешку Б7. Рихард Раппорт принимает решение разменять ферзей. Белые забирают пешкой А. Итак, партия перешла в многофиурное окончание, в котором лишняя пешка белых на ферзевом фланге, несмотря на образовавшийся дефект пешечной структуры, начинает играть важную роль. Черные в этой позиции должны были сыграть ладья Е8, не только связывая слона Е3, но и прикрывая поле Е7, чтобы на конь Ф5 иметь возможность отступить слоном на С7. Без ущерба для собственной позиции. Но Раппорт развивает коня, ставя его на Д7 и после конь Ф5 оказывается, что в случае отхода слона на С7, а именно туда он и отошел, поле Е7 остается без защиты и этим пользуется Непомнящий, двигая пешку на Д5. Если забрать, то после вилки король Аш8, конь Д5, белые вновь нападают на слона С7, угрожают пешке А7 и позиция уже явно в пользу белых. Поэтому Раппорт решил защитить пешку С6 конем, происходит размен и взятие фигурой, 3-0 с угрозой вторжения ладья ФД8, король С2, А6 и Б4. Позиция стабилизировалась. У белых активный конь Ф5, лишняя пешка на ферзевом фланге сохраняется, а с ней и шансы образования проходной. Черные пытаются активизировать своего коня. Играют Ж6 и после конь Е5, Х3, конь С4, белые вполне могли отвести слона на С1. Но ладья ХЕ1 играет Непомнящий, согласен на размен легких фигур. Черные ставят слона на Б6, король Б3, взятие на Е3 и взятие на Д4. Происходит размен одной пары ладей, партия перешла в ладейное окончание с проходной пешкой Д. Черные играют король Ф8, ладья С3. В этой позиции неплохо было занять открытую линию, сыграть ладья Е8. После Д5 ладья Е2, и если белые сыграют ладья С2, то это пешечное окончание оказывается ничейным. Черные играют король Е7, далее король Д6, Ф5, ставят пешки на Б6 и Ф6. И просто стоят на месте, у белых нет возможности прорваться королем. Но ладья Д8 играет раппорт, и белые активизируют своего короля, ставя его на С4. Шах на С8 лишь подгоняет белого монарха в центр, поэтому черные выходят своим королем. Король С5, угрожая король Б6, ладья Д6, Д5. Белые захватили еще больше пространства. Черный король отходит на Д7, Б5. Это временная жертва пешки. Белые избавляются от сдвоенной пешки на ферзевом фланге. Ладья Б3, Б6 и король Д4, король С7. Пешку белые забирают и получают уже ясное преимущество. Ладья Д8 играют черные. Ладья Б3, ладья Е8, ладья С3 шах. Лучше было это идти королем под пешку, но черные играют король Б7. И тут белые могли сыграть ладья Е3. Пешечное окончание оказывается проигранным, потому что на ферзевом фланге у белых уже есть возможность прорыва королем. Ну а если уступить линию, то шах и взятие на Ф7. Позиция белых выиграна. Но непомнящий решил сыграть ладья С6. Напал на пешку Ф6. После ее хода вперед ладья Ф6. Неплохая позиция для белой ладьи. Но черные шахом отбрасывают белого короля. Защищают пешку. Белые играют Ф3, прикрывая поле Е4. Х5, Х4, король А6. Король С4, шах, король Д4, король Б5. И тут уже нужно было двинуть пешку на Д6. После шаха, король Е5, король С6, взятие на Ф7. С угрозой ладья С7. У белых уже выигранная позиция. Но почему-то ладья Д6 сыграл непомнящий. Черные пошли ладья Е7, ладья Д8, ладья Е2, ладья С8. И в этом положении черные, несмотря на отсеченность короля, получали весьма неплохую контур игру, забрав любую из двух пешек, Б2 или Ж2. Но Ф6 сыграл раппорт. Конечно, Д6 ходить нельзя, будет ладья Д2. Поэтому король С3 играют белые. Ладья нападает на пешку. Ладья Ф8, Ж5, Д6 играют белые. И тут черным нужно было подтянуть короля к этой пешке. После взятия забрать на Х4. Далее ладья Е2. И у черных неплохая контур игра. Но раппорт вновь ошибается. Ставит ладью на Д5. Уж очень хочет уничтожить пешку Д. Но взятие на Ф6 и после взятия Д7. Угрожает ладья Ф5. Поэтому нужно забирать на Д7. Ладья Ф5 шаг. И тут опять же, почему не король С6? На А4 поставили черные своего короля. Ладья бьет Х5 шаг. Король Д3, Б5. Ладья Х4. Еще один шаг. Король Б3. Ладья Х5. Ситуация проясняется. У белых пара связанных проходных на королевском фланге. Ну а черная проходная на Ферзево не столь опасна. После Б4. Ладья Б5. Шаг. Король Е4. Ладьей приходится заходить за пешкой Б. Король С4. Далее шаг. Король Ф5. Ладья Б2. Но после хода Ж5 стало ясно, что белые вовремя отдав ладью за пешку черных, свои две пешки поведут в Ферзи. И они пересилят черную ладью. Так и получилось. После Б3, Ф4. Ладья Б1, Ж6. Ладья Ж1. Король Ф6. Король С3, Ф5. Если черные играют Б2, то Ж7. На Король С2, Король Ф7. И белые побеждают. Поэтому рапорт пытается использовать один из основных тактических приемов подобных окончаний. Перекрытие. Играет Ладья Ж4. Но это не помогает. Потому что белые пешки зашли слишком далеко. После Ж7, Б2. Взятие на Б2. Забираем Король Ф7. И тут уже можно было сдаться. Но рапорт по инерции сделал еще пару ничего не меняющих ходов. Ж8, Ферзь. Взяли, забрали. Оставшаяся пешка белых проходит Ферзи. Поэтому тут черные наконец сдались. Вот такая довольно интересная боевая партия. С любопытными перипетиями в ладейном окончании. Если этот поединок вам понравился. Ставьте лайки. Пишите свои комментарии. Подписывайтесь на канал Шахматы для всех. Большое спасибо за внимание. До свидания. Продолжение следует.